Братья и сестры, Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Я хочу предложить несколько стихов, чтобы мы порассуждали. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 23 стих. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасений от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, «Приимите Духа Святого! Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Братья и сестры, так же, как и сегодня, только немножко меньше двух тысяч лет назад, на вечернем собрании собралась группа людей, которые любили Иисуса. Когда первый брат проповедовал Андрей, он упомянул Фому. И я с иронией подумал. Брат Фома пропустил вечернее собрание, потом целую неделю в сомнениях ходил. Поэтому на каждом собрании Господь может сказать нам с вами, кто-то уйдет сегодня с успокоением, кто-то уйдет с умиротворением. Но ученики в воскресный день вечером собрались вместе не в такой обстановке, как мы сегодня с вами. У нас сегодня обстановка радостная, свободная. Каждый пришел, спокойно занял свое место. В обед, наверное, хорошо провели время в окружении семьи или друзей. У нас настроение хорошее, торжественное. Группа людей, которые собрались, они были за закрытой дверью и с глубоким чувством страха. Кто из вас испытывал состояние страха за то, что вы верите в Иисуса Христа? Можете поднять руку? Был ли у вас такой в жизни момент, что вы испытывали состояние страха? Был. Да, это естественно. Особенно те люди, которые пережили времена, когда жили во времена Советского Союза, когда были преследования, люди испытывали такое состояние. Я помню в своей жизни только один момент, когда нас вели куда-то на воскресную школу, у кого-то мы на дому собирались, и там шторы закрывали, чтобы не было видно. Больше я ничего не испытывал. Но люди испытывали. Те, кто испытали, они могут знать, что это за состояние. Но мы можем только представить и нарисовать себе картину того, что происходило в тот вечер в этом доме. Ученики закрылись. Они понимали, что их учитель мертв, распят, и они знали, что когда был зачинщик каких-то мероприятий, беспорядков, римляне строго его судили, и судили также последователей. Они испугались, они закрыли за собой дверь и думали, что же теперь будет. Я хочу несколько иллюстраций для нас обрисовать, чтобы мы хоть как-то немножко понимали чувства, какие переживали ученики. Представьте, что вам или кому-то из ваших близких поставили смертельный диагноз. Вы узнали от доктора, вы пришли домой. Какие ваши ощущения? У вас, наверное, меняется все внутри. Вы не знаете теперь, как дальше жить, что же теперь будет. Вы понимаете, что то, что вам сказали, это то, что вы потеряете одного из близких. В нашей жизни был такой случай, когда нашему Марику был один годик, нам врач сказал такой очень нехороший диагноз, после чего оказалось, что это не так. Но мы пережили вот эту новость, что нам было сообщено что-то ужасное. Представьте, что вы имеете состояние, вы прожили уже период жизни, вы ни в чем себе не отказываете, все имеете для нормальной жизни, и вот в один момент вам говорят, вы все потеряли. Вас выселят с вашего дома, у вас заберут все имущество, вы всего лишаетесь. Что вы будете переживать? Вы уже человек в возрасте, вы уже не сможете вернуть то, что вы нажили за всю жизнь. То имение, то имущество, то состояние. Или представьте, что вы находитесь дома и стук в дверь. Вы открываете дверь, на пороге стоит полицейский и говорит, что кто-то из вашей семьи погиб. Полицейский уходит, и вы остаетесь сами со своей семьей с этой новостью. Какие чувства одолевают вас? Чувство переживания, чувство скорби, чувство, может быть, страха, негодования. Но проходит какое-то время, и представьте, что это ошибка. Человек, который вы думали, что погиб, вам сказали, он заходит домой. Какое чувство сразу вас будет одолевать? Перемена чувств. От такого ужасного к тому, что ошибка, радость, счастье, что он жив и он дома. Оказывается, что доктор поставил неправильный диагноз, и на самом деле вы здоровы, и с вашими близкими все в порядке, и произошла ошибка в бухгалтерии, и ничего вас не лишают. Переход от состояния, когда было ужасное, тяжелое, к радостному. Представьте ученики, которые сидели запертые в доме и думали, что будет теперь с нами. Наш учитель распят, наш учитель мертв. Что будет теперь с нами? И тут приходит Иисус и говорит им, мир вам. Казалось бы, что ученики остались в неведении. В чем вообще был смысл пребивания нашего со Христом? Они забыли то, что Иисус их учил, говорил в этом состоянии, которое они пережили. Наверное, все, что Христос им говорил, где-то осталось в глубине, и они с этим состоянием страха. И тут, наоборот, другое состояние радости. Представьте, когда при боли сердца дух спокоен. Есть ли такой термин в медицине, который описывает состояние, когда у человека ужасное состояние шока, скорби, переживания, и он спокоен. Он не сходит с ума, он не заканчивает жизнь, он не попадает в какие-то стрессовые ситуации, он духом спокоен, хотя в сердце скорбь. Такое состояние может дать только Христос. Ученики, на какое-то мгновение, закрывшись в доме, забыли, какое будущее у них будет. Страх одолевает. Братья и сестры, порой мы забываем, какое будущее ожидает нас, ведь Христос же нам открыл. Христос открыл нам, какое радостное будущее ожидает нас впереди. Это встреча с Господом на небесах, встреча на облаках. Недавно у нас был здесь разбор во вторник, и после разбора была небольшая дискуссия у нас с одним человеком о воскресении Христа, о том, что мы воскреснем. И был такой вопрос, насколько нам нужно вникать в то, как мы изменимся, что, неужели недостаточно просто покаяться. Я ему пытаюсь объяснить, говорю, в этом же смысл нашей жизни. Почему мы покаялись, братья и сестры? Для того, чтобы нам хорошо жизнь прожить, для того, чтобы с Господом встретиться. Вот этого мы ожидаем, встречи с Иисусом Христом. Друзья, которые, может быть, не по ошибке, пережили в своей ситуации тяжелое время, что-то очень тяжелое на сердце, они могут засвидетельствовать, что внутренний мир и покой дает только глубокая вера в Иисуса Христа и в ту надежду, которую Он нам пообещал. И вот ученики, встретившись с Иисусом Христом, слышат о Него прекрасные слова «Мир вам». Что может быть лучше в тот момент, чем глубокого мира в сердце? Вы, наверное, со мной согласитесь, что нет ничего лучше, когда у нас что-то случается, иметь мир в сердце и покой. Некоторые люди терзаются. Что-то случилось, они не находят себе покоя, они не знают, что делать. Обращаются к кому-то за помощью, потому что у них просто все валится из рук. А когда мы знаем, что Господа есть надежда, и Господь дает это состояние мира и покоя, когда все равно у нас что-то происходит. Вот с этими словами Иисус обратился к ученикам. И потом, в 20 стихе, Он показывает, написано, Он показывает им свои руки, ноги и ребра. Для чего? Он хочет показать им, что Он не дух, что Он в теле, что Он живой, что Он настоящий, воскреший. Утвердить учеников и показать, это Я. Убедитесь, все, что Я вам говорил до этого, это Я. Вот Я пред вами. Вот мои руки, ноги и ребра. Потому что они знали, что это все было пробито. И Иисус утверждает учеников, показывая им практически, и ученики написано, обрадовались. Чувства глубокой радости. Чувства такие, которые Иисус жив. Открывается второе дыхание. Можно жить дальше. Все, проходит это состояние скорби, страха, которое было. И здесь перед ними Иисус живой, и, значит, есть будущее. Воскресший Христос – это надежда для всех христиан. Вера не в мертвого Бога, а в живого. Вера не в того Бога, который умер, но не воскрес. А вера в того Бога, который воскрес и грядет, чтобы мы были с ними, чтобы забрать нас к себе. Вот эта вера, она дает нам чувство глубокого мира и покоя, который Христос сказал ученикам. Посмотрите, 21 стих. Иисус вторично им говорит, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так Я посылаю вас». Дальше Он говорит, «Я вам даю этот мир не для того, чтобы вы его сохранили просто в себе, но чтобы вы поделились им. Как Меня послал Отец, чтобы Я вам дал этот мир, теперь вы расскажите другим людям то, что мы сегодня делаем на собрании. То, к чему мы призваны, это понести этот мир другим людям, те, которые его не имеют. Мы сегодня имеем этот мир, потому что мы приняли Христа. Нужно поделиться им. Это призыв Иисуса Христа, то, что Он и сказал. «Вы успокоились? У вас было состояние страха? У вас было чувство неуверенности? Вы не знали будущего? Я вам дал этот мир, поделитесь этим миром с другим». Еще есть два стиха, очень сложных для объяснения в этом тексте. Это стих 22 и стих 23. В 22 стихе написано «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Некоторые думают, что в этот момент ученики уже получили дар Святого Духа. Но это не так, потому что мы знаем, что Деяние апостола в первой главе, где Христос пообещал им, что придет Дух Святой. И в книге Деяния мы знаем, что в день Пятидесятницы было сошествие Духа Святого на апостолов. А что же было здесь? Одни говорят, что это Христос сказал в будущем, что примите Духа Святого. Но есть такое объяснение, к чему я склоняюсь, что Иисус таким образом открыл им большее понимание истины. Все, что Он им говорил ранее, утвердилось внутри. Они получили власть, уверенность, руководство для своего служения, укрепил их Дух, для того, чтобы уже не было страха, для того, чтобы они знали их будущее. И мы знаем в дальнейшем, что после этого события действительно ученики уже укреплялись, они ожидали встречи, они ожидали сошествия Духа Святого. Еще двадцать третий стих. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. К сожалению, неправильное понимание этого местописания привело к тому, что многие люди не получили прощения грехов. Потому что мы знаем, что и в католической церкви, и в православных есть такое понимание, как отпущение грехов. Когда люди приходят на исповедание, а человек, священник, говорит им, отпускаю тебе грехи, ты прощен, берет на себя эту власть. Но на самом деле, Бог не дал никому такую власть прощать грехи. Это только может сделать сам Господь. В Писании написано, Исайя 43,25, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Исайя 44,22 «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». В Луки, в 5 главе 21 стиха читаем, «Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои? Или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Прощать грехи может только сам Господь. А что же Иисус какую власть дал тогда ученикам, что они могут прощать и оставлять грехи? В этом тексте Писания Иисус говорит, что ученикам дано право объявлять о прощении грехов. Человек принимает слово, кается в своих грехах, и мы можем на основании слов из Писания сказать ему, что он прощен. Провозгласить прощение. 1 Иоанна 1,9. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Есть многие другие тексты Писания. Когда человек принимает Иисуса Христа в свое сердце через покаяние, верою, мы имеем право на основании Писания сказать, «Ты прощаешься Господом, не потому что я имею власть, или я вижу твое сердце, но на основании Священного Писания, если ты попросил прощения». И таким же образом мы можем сказать человеку неверующему, что он погибнет и что он идет в погибель, если он не принял Иисуса Христа. На основании Священного Писания мы можем утверждать Римлянам 6,23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Или Иоанна 3,36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Господь дал такую власть ученикам. Господь нам позволяет на основании Священного Писания сказать, что по вере в Иисуса Христа вы будете иметь жизнь вечную. Не поверите – погибните. Кроме того, апостолам Иисус дал особую власть, когда они проповедовали, когда они исцеляли. Вы помните особенно пример деяния апостолов с Ананией и Сапфирой, когда он только солгал, и Петр сказал, говорит, «Зачем помыслили солгать Духу Святому?» И сразу упал мертвый. И Анания, и потом Сапфира, жена его. И мы знаем примеры апостола Павла, когда он имел власть и оставлены примеры в послании к коринфянам о том, что у них была власть провозглашать. Братья и сестры, сегодня для нас воскресший Иисус Христос, тот, который принес нам мир, и который придет за нами снова, чтобы мы уже вечно были с ним. Вот эта радость воскресения Господня пусть наполняет сегодня наши сердца. А кто еще этого мира не имеет? Кто еще сегодня пришел на собрание, но еще не знает, если завтра придет Христос, буду ли я с ним? Сегодня есть время для того, чтобы покаяться, для того, чтобы смириться в ног Иисуса Христа, принять Его дар спасения и прославить Его за воскресение. Аминь. Помолимся.